Давай разберёмся, Мэйсон. В чём? Без наследства ребёнка тебе туго придётся. Ты же должен будешь вернуть деньги отцу. Трудновато, но у меня есть свой капитал. Не сомневаюсь, но ты ведь не хочешь обанкротиться. Сначала ты обвинил меня в том, что я женился на тебе из-за денег, теперь в том, что я родник сохраняю брак. А разве нет? Заем у Сиси был сделан в ожидании близкого наследства. Виктория, я заключил сделку с отцом ещё до того, как узнал пол ребёнка. Я твёрдо намерен выплатить долг отцу, как только пойдёт дело. А если ты прогоришь? Я не могу видеть, как ты распоряжаешься чужими деньгами. В этом нет никакого риска. Моё предприятие ждёт большое будущее. Объясни, сделай милость. Сейчас не могу. Меня это не удивляет. Ты многое от меня скрываешь. Виктория делает это для нас. Я не собираюсь улизнуть с этими деньгами. Мэйсон, всякий раз, как я доверяюсь тебе, что-нибудь случается. Виктория, я одолжил деньги, чтобы крепче встать на ноги и быть независимым. Вне всякой связи с наследством ребёнка. Мне надоели споры из-за денег. Я даже думать о них не хочу. Я тоже. Давай оставим эту тему. Не стоит уделять ей столько внимания. Только пообещай мне, что не будешь ничего от меня скрывать. Что бы это ни было. Я больше не допущу такой ошибки. Ты должна простить меня и забыть об этом. Я бы очень этого хотела. Крус, ты не спишь? Привет. Привет. Я хочу вытащить тебя куда-нибудь. Такой чудесный день, самое время прогуляться. Может, сходим в ресторанчик, поедим. А хочешь, поедем на природу. Замечательная идея. Только я никуда не пойду, Джулия. Буду спать весь день. Ты истязаешь себя, Крус. Этот дом высасывает из тебя силы и отравляет воспоминаниями. Джулия, это моя жизнь. Отлично. Значит, пикника мне не видать. Тогда я хотя бы открою окно. Поговорим о завещании. Не буду. Мне нечего сказать. Черт возьми. И это я слышу от тебя. Завещание – это символ доверия. Игнорируя последнюю волю Иден, ты предаешь ее память. Встряхнись. А заодно подумай. Что ты будешь делать с деньгами? Куплю билет на край света, лишь бы не слушать советчиков. Общение с тобой трудно назвать приятным. Я сварю кофе. Не вставай. Я открою. А, Джулия, привет. Крус дома? Тебе лучше уйти. Надеюсь, я не помешал. Мэйсон, что ты здесь делаешь? Один из коллег мистера Кэппилла – мой старый приятель. Он интересуется наукой, и я обещал ему кое-какие книги. Вы пришли за ними? Да. Прекрасно, я дам их вам. Он найдет в них много полезного. Передайте, пусть не торопится. Мне они пока не нужны. Хорошо. Я так ему и скажу. Был рад встрече. Взаимно. Никогда не буду приходить в лабораторию без предварительного звонка. Не думал, что вы назначаете здесь свидание. Я нет, а вот Джина – да. Джина ни одного мужчину сбила с пути истинного. Жаль, если ты пополнишь список. Ты прочел ежегодные отчеты компаний? Да, прочел. Ты поделился своим мнением с Джеффри? Да, но мы не пришли к согласию. Не сомневаюсь. Но мне не хотелось бы погореть из-за ваших братских амбиций. Мы с Джеффри сошлись на том, что следует довериться твоему решению. Он предпочитает Брикборн, а я тяготею к Синдрекс Лабораторис. Обе фирмы имеют хорошую репутацию, но их стоит расширить в любом случае. Это потребует дополнительных вложений. Вот и пригодятся твои два миллиона. Ты уже сделал выбор между двумя кандидатурами? Я предпочитаю услышать твое мнение. А Джеффри со мной обязательно согласится. Я уже сказал, а насчет меня и Джеффри не беспокойся. Ведь цель у нас одна. И ничто нам не помешает ее достичь. Эта цель – проучить твоего отца? Я не мщу за обиды Джеффри Конрада. Я забочусь о своей сестре. Я не желаю, чтобы и ее постигло разочарование в жизни. Мы можем достать Си-Си, не нанося удар Келли. Точно? Есть способ. Привет! Дверь была открыта? Да, я хотела здесь проветрить. Я принесла Крузу поесть. Да, какие здесь перемены. Все стараются научить меня уму-разуму. Я просто устал слушать. А ты сам будь поразговорчивее. Джулия собирается тебя накормить. Будешь есть сейчас или поставить в холодильник? Я поем в машине. Спасибо. Куда ты? Я тут пообещал кое-что сделать. Может быть, еще не поздно. Спасибо. Спасибо. Если бы не эта женщина, то я бы просто умер с голоду. Прости меня. Спасибо. Я хорошая соседка. Он вроде встряхнулся. Ты что, знаешь волшебные слова? Я сказала лишь то, что он сам хотел услышать. Зерно упало в благодатную почву. И урожай неплох. Ты стала его ангелом-хранителем. Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что Круз должен быть благодарен тебе, Виктория. Спасибо, что пришла. Я и не думал, что дело Камая окажется таким сложным. Если мы проработаем за обедом хотя бы три пункта, я буду счастлив. Я к твоим услугам. Нам придется послать повестку в больницу, чтобы представили амбулаторные карты. Это лучше, чем получать их через прокурора. С тобой все в порядке? Да, все прекрасно. Я не был уверен, что тебя известили. Твоя секретарша сказала, что не знает, где ты находишься. Я заехала к Крузу, чтобы оставить еду. Тебя огорчает его состояние? Да, но есть надежда, что ему уже лучше. Что ты имеешь в виду? Он взялся за дело. Тебе лучше спросить об этом Викторию. Викторию? Она сделала то, что не удалось никому из нас. Круз побрился, оделся и куда-то уехал. Я и не знал, что она куда-то собирается. Утром она об этом не говорила. Возможно, это был неожиданный порыв, но шаг был верный. Круз возрождается к жизни. Ну, они давно знают друг друга. Вполне понятно, что она захотела ему помочь. Конечно, она сочувствует ему. А что в этом плохого? Да нет, ничего. Что случилось? Ты не хочешь со мной поздороваться. В такое время ты обычно отдыхаешь? Как ты себя чувствуешь? Малыш сегодня слишком активен. Пожалуй, я и впрямь полежу. Ты не должна перенапрягаться. Тебе известно, что говорят о твоем здоровье доктора? Я ничего не делала. Разве? Да. А поездка в дом Круза? Ты навела там порядок, наверное, да? Джулия времени не теряла. А ты ждала, что она скроет от меня это? Нет, и это меня возмущает. Она сразу же доложила тебе. Она не говорила, что встретила тебя там. Только порадовалась, что твое присутствие оказало на Круза благотворное влияние. Я просто хотела помочь. Ты сказал, что ему очень плохо. И ты вдруг стала добрая самаритянка. Почему столько сарказма? Твои действия меня настораживают. Ты говорила, что Круз тебе безразличен, а сама ринулась спасать его. Как это понять? Он мой друг. Хочется верить. Ты веришь всем глупостям, которые слышишь от Джулии. По-моему, она просто завидует. Отец ее ребенка отверг ее, поэтому она цепляется к другим. Что? Что случилось? Не знаю. Боже мой, ребенок.